Доброе утро! Во время своего очередного визита во Францию президент Никсон как-то воскликнул «Почему меня семь раз возили в Версаль и ни разу сюда?» Говорил он про Шантии, куда мы с вами сегодня отправляемся. Замок Шантии хоть и не так известен российским путешественникам, как Версаль или замки Луары, но ничуть не уступает им по красоте. Это одна из крупнейших аристократических резиденций Франции, которая была построена в начале 16 века Канентамлем Монмаранси, а затем находилась во владении принца Конде. Роскошный замок расположен на островке, со всех сторон окруженный рвом с водой посреди восхитительного парка, разбитого самим ленотом. Увы, французская революция не обошла стороной и дворцово-парковый комплекс, многие предметы коллекции были разграблены, повреждены некоторые части здания, был нанесен ущерб внутреннему убранству. К огромному счастью, бесчинства толпы были остановлены, и Шантини был одним из первых во Франции замков, где началась реконструкция. Музей Конде сегодня – это самое богатое в стране собрание старых мастеров после Лувра. Мадонна Орлеанская и Три Грации Рафаэль. Автопортрет 24 года – Энго. А еще Филиппе Лимпе, Ван Дей, Пуссен, Боттичелли, Баттон, Белекруа. Книжный кабинет Шантини считается лучшей библиотекой Франции после разве что национальной. 700 манускриптов и 30 тысяч печатных книг. После посещения дворца наступят прогуляться по паркам. Андре Ленотр начертил для принца Конде проект своего парка в 1663. Парк был во французском стиле, работал он над его воплощением несколько лет, и болотистая местность превратилась в восхитительный уголок, куда будут спешить на празднество многочисленные гости принца, чтобы увидеть фейерверки, послушать концерты. Поговаривали, что Шантини послужил черновиком для Версаль. Что Ленотр попробовал здесь свои силы, прежде чем взяться за работу для Короля Солнца, для самого Людовика XIV. Парк делится на регулярную часть. Китайский парк и Английский парк, каждый из которых был создан в свое время. Если после осмотра замка и парков еще останутся силы и время, то взгляните на гигантские герцовские конюшни, часть которых отведена под музей лошадь. В настоящем дворце с высокими арками и лепными украшениями в качестве музейных экспонатов живут 30 лошадей и 6 пони. Конюшни были построены для Луи Генриха Герцегаамальского, который интересовался оккультизмом и верил, что после своей человеческой жизни он переродится в коня. Вот и построил себе царские конюшни. В здании могут расположиться 240 лошадей и 500 собак. И умещает здание также круглый манеж, сарь, каретное депо. В 1782 году в больших конюшнях устроили праздник в честь визита Павла Петровича, будущего императора России Павла Петровича. А рядом находится и знаменитый ипподром, где проходят, пожалуй, самые известные скачки во Франции. Друзья, обязательно ваш следующий визит в Париж запланируйте посещение Шен-Синью. И вы увидите один из самых красивых и интересных садово-парковых ансамблей мира. Субтитры создавал DimaTorzok